ПАСАРКИ 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 Не знаю, какой-то слив сделал Ладно, идем И вот мы прошли уже половину города и вышли к шоссе Погода стояла сухая, я бы даже сказал жаркая Это была весна, 16 апреля Мне нравится скандинавская тема, поэтому я приобрел вот такой вот топор под названием Дракар И вот спустя где-то 40 минут мы вышли за границы нашего города Но нам еще простояло пройти 7 километров Мы двигались к деревне Солонова Дело в том, что мы многодетная семья и нам там предлагали участок Поэтому у нас был как бы и поход, а также миссия разведки Данной территории, что нам предлагают То, на что мы наткнулись дальше, слабонервным не смотреть Данная местность для нас была абсолютно незнакомой И мы разглядывали знак, о чем там нас предупреждают И как-то сразу не обратили внимания, что рядом с нами лежит труп А именно, это был труп лисы Это, конечно, нас насторожило, потому что ее вроде как не сбили У нее не было ничего расплющенного А учитывая, что это весна и просыпаются медведи, да всякая живность То это конкретно так настораживало Да и знаете, как-то не совсем приятно то, что в начале похода мы увидели такую картину И вот мы добрались до одного из участков, который предлагали Вот территории, грубо говоря, которые предлагают Солонова Посмотри, какая красота Мы уже с Олеськой тут и бревна подготовили Ты посмотри Вот это наш личный пруд будет Там мы уже доски напилили И даже основу дома поставили Как тебе такое, а? Будем с тобой как Шрека Фиона в болоте А? По-моему, отлично, да, Лесь? Вообще огонь Ну, короче, данные территории оказались одним сплошным болотом И, как говорится, спасибо, но такое нам даже даром не нужно Ну, а разворачивать свой кемпинг мы собирались в лесу Как раз недалеко от этой деревни Но сначала нужно было подыскать себе место Мы ориентировались по GPS-карте И чтобы пройти туда, где примерно нас будет все устраивать Нужно было пройти всю деревню Под названием Солонова На что мы обратили внимание В данной деревне очень много собак Стоят неплохие домики Много мест, где люди только начинают строиться Но мало того, что это болото Так здесь еще и довольно-таки все загрязнено А именно мусором Который за собой не убирают люди Но я думаю, что в походах главная проблема Это вода Мы с собой взяли всего 4 литра Две фляжки и одна бутылка На момент данной записи у нас оставалось уже 3 литра Кажется, мы нашли место, где мы будем стоять Ставить свой кемпинг Вон там далеко сосны видно Я думаю, мы туда сходим на разведку А сейчас мы идем По карте здесь показано Место, где типа родниковая вода Не из болота же пить Что ж, мы проделывали путь в 7 километров И наши рюкзаки начали конкретно так сдавливать наши плечи Да и спина устала Поэтому мы решили сделать небольшой привал А за место ручьев с ключевой водой Как было заявлено на карте Мы обнаружили вот такие вот здания Синего цвета Они были заперты И никакой воды там не было Что конкретно меня так озадачило Реки мы тоже никакой не обнаружили Получалось, что весь запас воды, какой у нас был Он остается у нас практически на сутки А самое, наверное, обидное для нас было То, что на карте было обозначено около 7 мест С этой ключевой водой И на всех 7 местах стояли вот такие вот домики На блуждание по данному лабиринту Мы потратили около двух часов Как только мы оттуда выбрались Мы снова сделали небольшой привал И на что я обратил внимание То, что за этим лесом Где была та самая ключевая вода Начал подниматься черно-сизый дым Откуда он И из-за чего он Было абсолютно непонятно Это, конечно, немного вызывало чувство тревоги В плане того, что это мог быть лесной пожар Или учитывая, что это болото А значит торф То соответственно и его возгорание Но от данного дыма мы шли как раз В противоположную сторону Мы пересекли огромное поле И как только мы поднялись на холм Нам открылась вот такая вот красивая местность На самом деле Мы уже конкретно так подустали Поэтому мы твердо так для себя решили Что найдем именно здесь Место под наш кемпинг И вот, наконец, мы нашли подходящее место Субтитры создавал DimaTorzok Это была наша первая палатка Что в моей жизни, что в ее Действовать приходилось по инструкции, которая прилагалась Но мы довольно-таки быстро разобрались Палатка готова Сейчас Олеська ее заценит Только ты эту Опа Эту отодвинь Отодвинь туда И что? Ништяк? Да А папа туда, думаешь, влезет? Не знаю На, держи-ка Чем-то не цепился О-о-о-о Пойдет Слушай, здесь ветра не чувствуется Да Вот только единственное Сюда влезет только один, походу, наш матрас Хотя нет, два этих улезут Просто постелем В палатке Да Ну что, надо теперь костром заниматься Угу Угу Субтитры сделал DimaTorzok Крысал, конечно, это охерительная штука Но не все так просто Как я видел на других роликах Там типа чирк И все готово Магия монтажа Не более Субтитры сделал DimaTorzok Ну и наконец-то пришло время Хотя бы попить чайку Костер у нас уже прогорел Что остались хорошие такие угли Поэтому сухие ветки Загорались моментально Ну а дочка строгала для себя ветку Чтобы на ней потом Что-нибудь поджарить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чай готов Закипело Ставь Ставь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, это был чудесный запоминающийся момент Для нас обоих Но мы потеряли очень много времени Прежде чем добрались до этого места Плюс блуждание в районе этой родниковой воды Время неумолимо пролетало Кажется, ты только присел попить чая А уже пролетел час За разговорами и наслаждением Мы были одни Мы были одни вдали от дома Где было тихо, спокойно и красиво Но нужно было готовиться к ночи Требовалось заготовить как можно больше дров Потому что на мне как на отца была ответственность И я не собирался идти спать Я собирался охранять сон моей дочери Сейчас колоть будем Этим топором Который толстый О, сколько там О, как хорошо Колет отлично Еще одна нормальная деревья Я занимался дровами покрупнее А Олеська заготавливала хворост И ветки потоньше Закат был невероятно завораживающим Мы нажигали как можно больше углей Для того, чтобы начать уже готовить ужин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Готово А теперь укладываем сюда Наши ребрышки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ой, спасибо, красавица Добытчица моя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже совсем стемнело, поэтому мы сделали последнее приготовление перед тем, как идти спать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Все, Олесенька у меня идет спать Вот, в палатке А папа остается охранять ее сон Пожалуйста, спокойной ночи Спасибо Спасибо Первый раз дочка в палатке спит Там у нас спальный мешок Там у нас вот такая вот Постилка Ну и соответственно сам брезент Ну вот и все Дочь я отправил спать А сам остался караулить Я просидел до пяти утра И в пять часов начинался рассвет К этому времени проснулась Олеся И сменила меня На удивление мы заготовили достаточно дров Чтобы, как говорится, дожить до рассвета Было, конечно, очень много всяких разных шорохов Но в целом ночь прошла спокойно Всем доброе утро На завтрак у нас фасоль в томатном соусе Вот здесь ее поставим Здесь, ох, как хорошо печет Она разогреется Сейчас с утра довольно-таки прохладно Плюс пять градусов На данный момент 6.30 утра И надо что-то горяченького поесть Так что вот, сейчас будем ждать Здесь прям печет очень хорошо Углей много у нас нажглось за всю ночь Так что будем сейчас греться Все, ты готова? Да Ух Подставляю здесь прям Так О, подожди, подожди Горячо, горячо Смотри, аж пар идет Да Вот так Ммм, вкуснятина Так И бери Вот эту красоту Оп Сейчас перевернем Оп Хорошо Вот это завтрак Так Эту пока поставь тарелочку И мою теперь Держи тарелку Да Вот она Да Так Ничего страшного Так, давай Добавки захочешь, скажешь Ну Неплохо Неплохо А главное Горячо Да, тебе тоже приятного аппетита Спасибо И забираем Опа Оказывается, мы все это время Находились рядом с орешником Орешки Ну-ка Вот, смотрите Ну иди, раскали-ка его Он не расколот Да, пустой Ну, учитывая, что это как бы лесистая местность Я думаю, что здесь Здешние обыватели уже все это съели Поэтому он и расколотый Много там? Пока что четыре Четыре? Пустой Нету Да, пустой вижу Пустой Подожди Да, пустой Да, они походу все пустые будут Пустой Съели Я же говорю Это, получается, с прошлого года Лежало Их так прикольно раскалывать Ха-ха Это да Ну вот и наш первый поход подошел к концу Мы отлично провели время Надеюсь, как и вы За просмотром данного ролика Задумок, конечно, в данном направлении есть очень много Так что, если вам понравилось Не забывайте поставить свой царский лайк Ну и подписки, конечно, будем рады Вот и все Мы собрались Дожигаем костер И пойдем в обратный путь Ну что, Олеська, ты довольна? Да, это было очень круто Вот так вот Мечта дочери исполнена I wish I could wipe my own memory out I wish I could do something that would make sense I wish I would know what you're... Продолжение следует...